Сегодня мы будем говорить про женскую эмансипацию, борьбу за женские свободы, женские права в рамках анархизма и про анархофеминизм. Сначала я немножко расскажу о том, как к женской борьбе в принципе относились в анархистской теории и практике исторически, потом моя товарища расскажет про анархофеминизм, и в конце мы расскажем про несколько значимых фигур, которые важны для этого движения. Как, собственно, женская борьба обсуждалась в теории анархизма в XIX веке при ее зарождении, при ее изначальном развитии? Вот, тут у нас два мужчины на картинках, не удивляйтесь, потому что в XIX веке... Вот как выглядят анархофеминизмские. Нет, на самом деле логично, что в XIX веке в основном даже про женщин говорили мужчины, особенно если мы говорим просто о перспективе женской борьбы в рамках анархизма. Вот тут на картинках изображены два очень известных анархистских теоретика, которые представляют очень полярные мнения. Поскольку не все были на первых занятиях, я упомяну, что анархизм в принципе борется за свободу всех, за общую эмансипацию против любых систем угнетений и любых иерархий. То есть понятно, что как будто женщины тоже должны быть свободны, не должны угнетаться в этой теории. Но при этом вот это очень известный анархист, считается, что это был первый человек, который называл себя анархистом, теоретик Прудон, который говорил о том, что женщины должны обеспечивать семью, обеспечивать мужа, оставаться в семье и как бы ограничивал их автономию, их свободу таким частным пространством семейной жизни. И вообще на самом деле у него были довольно консервативные ценности, когда говорилось о женщинах и феминизме. И с ним многие спорили, нужно сказать, даже в его время, в 19 веке, в начале 19 века, спорили анархисты. Вот тут у меня изображен Михаил Бакунин, очень известный анархист, возможно, вы слышали его имя. И он в своих трудах, даже один из первых, наверное, теоретиков анархизма использовал не просто нейтральное слово «человек», но он говорил специфично «мужская и женская личность», «мужская и женская индивидуальность». То есть он конкретно подчеркивал свободу женщин, в том числе в борьбе за свои права, в борьбе с государством, выступал за то, чтобы женщины тоже эмансипировались от патриархата, от системы гнетения, хотя он, конечно, не использовал, мне кажется, не использовал слово «патриархат». И говорил о том, что женщинам тоже нужна свобода, и мы должны, мы, мужчины-анархисты, должны поддерживать их в борьбе. В принципе, это такие два примера, но если характеризовать исторические течения анархизма, можно сказать, что при зарождении идеи анархизма в 19-18 веке, конечно, тот факт, что многие теоретики были мужчинами и росли в патриархальном обществе, сказывался на их идеях, даже не в том плане, что они как Прудон просто делали сексистские высказывания о том, что женщина должна быть ограничена домом, но они часто просто пренебрегали женским вопросом и не упоминали угнетение женщин, когда говорили о борьбе за свои права, или просто думали, что этот вопрос сам решится, когда мы победим государство и капитализм, когда мы победим угнетение рабочих, когда мы победим угнетение людей, живущих в государстве. И женщины сами по себе придут к какому-то освобождению. В принципе, такая западная парадигма. Например, китайские анархисты, хотя признавали то, что женщины подвергаются угнетению, но это уже конец 19 века, ближе к 20 веку, китайские анархисты при этом говорили о том, что дело освобождения женщин – это дело рук самих женщин, что является довольно анархистской позицией, потому что анархизм признает автономность любого человека, его право бороться за свои права. То есть они говорили, что пусть женщины борются за свои права, мы их теоретически в этом поддерживаем, но практически нам кажется, что неправильно будет, если мы будем это инициировать или как бы лидировать, вести эту борьбу сами. И китайские анархисты с ними на самом деле во многом соглашались, я буду говорить об этом позже. В 20 веке эта тенденция замалчивания женских проблем начала меняться. Во-первых, начали появляться очень значимые женщины-анархистки, теоретики, о которых мы тоже сегодня будем говорить, темы Гольдман, Вальтерина, Деклер. Во-вторых, в принципе, анархическое движение развивалось, анархическая призма расширялась, она учитывала все больше угнетений, которые подвергаются люди, и начала понимать, что женская борьба является неотвемлемой частью борьбы с угнетением, и включать ее. И примерно в 20 веке, в середине 20 века появляются такие анархофеминистские коллективы, которые, наверное, пока нельзя назвать полностью анархофеминистскими, потому что сам термин еще не существовал. Термин анархофеминизм появился уже ближе к 70-м годам, 20 века. Но это тот момент, когда женщины в разных частях света начали объединяться в какие-то affinity группы или какие-то коллективы и говорить о том, что вот мы анархистки, но у нас есть конкретно свои женские проблемы, которые мы хотим обсуждать, с которыми мы хотим бороться. Я хотела еще немножко поговорить об основных понятиях феминизма, потому что мы сегодня будем как бы много их упоминать, и я хотела убедиться, что вы в них разбираетесь, и мы будем говорить об одном и том же. Наверное, я сначала вас немножко поспрашиваю, кто может сказать мне, что такое патриархат. Да. Ну, это власть мужчин, доминирование мужчин. Можно так сказать, да. Социальный конструкт. Потом определяется, что есть существующая группа А, делается с гендерными мужчинами возраста 18-11 лет, и не А. Это все, что не просто. И определяется тем привилегий, которые имеют эти мужчины, верит не А, категория, и цели любви. Ну да, это такое хорошее полное определение. Я обозначу, что я говорю из квир-фемоанархической позиции, то есть для меня это определение скорее о том, что субъекты, которые характеризуются маскулинными чертами какими-то, которых мы условно называем мужчинами, обладают большей властью в обществе, чем субъекты, которые характеризуются феминными женскими чертами и угнетают, собственно, вторых. Вторые даже не признаются субъектами часто, а признаются объектами, а не субъектами. То есть да, условно, патриархат – это власть мужского или мужчин над женским или женщинами. Если мы говорим про анархофеминизм, то это власть, которая поддерживается государством или реализуется через государство, но об этом мы позднее будем говорить. Что такое гендер? Можете так, если вы думаете, что знаете, что такое гендер, поднимите руку. Теперь кто мне скажет, что такое гендер? Социальный пол. Ну да, социальный пол. Чтобы немножко расширить и объяснить, сегодня мы будем использовать слово гендер в значении, чаще всего в значении, как, да, социальный конструкт какой-то, который приписывается каждому человеку. Это может быть женщина, мужчина или еще какие-то вариации, если, да, вы не трансфоб или трансфобка. Вот. Важно понимать, что пол и гендер в феминистской теории разделяется во многом, хотя есть феминистские, которые не признают это разделение. Вот. Пол – это ваши биологические характеристики, это хромосомы, вторичные половые признаки, и первичные. Гендер – это социальное измерение. И в западной, как бы, в Европе и в Америке оно связано с вашими биологическими характеристиками, во многих странах нет. Но для нас типично представление, что, как бы, биологический пол и гендер связаны и проистекают один из другого. Вот. Если простым языком, то гендер – это то, как к вам относится, основываясь на вашем поле, например. То, какие представления есть у людей, основываясь на вашем поле в западной, опять же, части мира. А бинарность – это представление о том, что, ну, если мы говорим о феминистской теории и конкретно о гендерах, о том, что есть только два гендера – мужчины и женщины. Но вообще бинарность – это такая модель мышления, которая очень, ну, легко прослеживается в нашем мышлении, мы очень часто мыслим бинарными оппозициями, типа свет, тьма, не знаю, холодно, горячо, богатый, бедный и так далее. И очень часто, опять же, мужчина и женщина, и очень часто в этих бинарных оппозициях есть более хороший вариант и более плохой. То есть свет, тьма, обычно мы считаем, что свет – это хорошо, тьма – это плохо. Мужчина – женщина, да, мужчина считается, что это лучшее, а женщина – это уже что-то более, менее совершенное, похуже, что-то такое, что мы не будем выбирать. Вот, бинарность тоже считается, особенно в постклониальной теории, что это черта такого западного мышления. В антропологии известно очень много примеров небинарных гендеров, которые, как бы, естественно, существуют в разных частях мира. То есть это общество, в котором натурально, без всяких современных западных агент, я не знаю, есть, типа, больше двух гендеров, и они спокойно, как бы, испокон веков так существуют. Вот. И также вот эти, как бы, бинарные модели, по которым мы все время мыслим – хорошо, плохо, там, темно-светло – тоже в некоторых обществах не используют. Но для нас это очень актуально, и поэтому мы мыслим этими категориями. И гендерное насилие – тоже, мне кажется, довольно простой термин. Это насилие, которое направлено на людей по причине гендера. Чаще всего это женщины, то есть, там можно говорить, насилие над женщинами, вот. Ну, не знаю, можно включать особенно сюда, точнее, дополнительно включать насилие над транс-женщинами, потому что он имеет особые характеристики, не просто как насилие над ци с женщинами, то есть, чей пол и гендер совпадают. Я не буду претендовать на академические анархофеминизмы, и буду говорить из опыта своего представительства в Федерации анархистов и в других анархофеминистских коллективах. И перед тем, как начать, хотела бы сразу отметить, что есть много теорий, когда мы говорим про анархофеминизм, говорить со стороны анархизма либо со стороны феминизма, потому что те активистки, которые важны для анархофеминизма, они сделали свой вклад, например, в XIX веке, в конце XIX, в середине XX, когда появился термин, и сейчас у нас 22-й год, и поэтому феминизма становится все больше. Но есть две теории, когда говорить об анархофеминизме, несмотря на то, что есть дефис, то есть это два слова, которые одинаково равны, то есть это корни, которые происходят из анархизма и из феминизма. И XIX век, он, кажется, был давно, и на самом деле был совсем другим, потому что это тот период, когда, если говорить про Эмму Гольдман, про такую довольно-таки известную анархофеминистку, которая вообще не считала себя анархофеминисткой, она вообще выступала... XIX век, если вы знакомы, суфражистки, эмансипация, Эмма Гольдман выступала против эмансипации, не эмансипации как таковой, против суфражисток. Она говорила, что суфражистки — это буржуазный выхлоп в мире, и смысл не в том, чтобы, например, менять власть и допускать ко власти женщин, смысл в том, чтобы допускать ко власти... не допускать к власти никого, чтобы не было ситуаций, в которой я властвую над кем-то. И Эмма Гольдман, которая жила в мире мужчин, была такой удивительной личностью для XIX века, потому что то, что она делала, потом, по сути, приписывается ко второй волне феминизма, и уже последовательницы второй волны феминизма, которая началась с 60-х в Америке, отнесли ее к анархофеминизму. И то, что тут, с чего я бы хотела начать, это если говорить про анархофеминизм, то, наверное, самая такая важная для меня часть, что смысл в том, чтобы разобраться, в какой ситуации или в каком контексте мы живем, когда есть группа, которая властвует, и она привыкла властвовать, и это считается такой нормой, но есть группа, которая привыкла, что над ними властвуют другие, то есть группа угнетателей и тех, кого угнетают. И я как анархофеминистка, и думаю, часть других анархофеминисток предлагают такой процесс социализации, в котором я буду отвечать за себя, буду хотеть контролировать и брать ответственность за свои поступки, контролировать свое тело, начиная с того, как мне себя проявлять, но при этом моей целью не будет стремиться к контролю над другими. То есть в этом смысл того, что анархофеминизм европейский, он основан на таком контексте коллективности, объединения в коллективы. Моя коллежанка сказала про вот это affinity группы, когда есть момент объединения в мини-коллективы, когда я чем-то обладаю, каким-то навыком, готова поделиться им с другими, когда функции передаются, когда нет авторитетности и авторитарности, и я прокачиваю себя в этом коллективе и с этими навыками могу, например, выходить в большие группы и прокачивать других женщин и другие женщины других женщин. И на самом деле потом смысл не в том, чтобы прокачивать только женщин, а смысл в том, чтобы в этом анархизме голос женщин был наравне с голосом мужчин, а не только есть такое понятие, как гомосоциальность. Оно ничего не имеет общего с гей-сообществом, но в анархизме, когда многие представители анархизма — это мужчины, ведут себя гомосоциально. Это значит, когда на общих демонстрациях или на общих акциях. И это то, что переживала, например, Эмма Гольдман или Вальтерина Деклер. Есть какая-то повестка, ее обсуждается, а потом парни идут тусить, а девочки или девушки или женщины идут готовить еду этим парням. И вот эта гомосоциальность основана на том, что, несмотря на то, что весь анархизм выступает против мускулинности, то есть такого ядра, было понятие патриарха, то есть такого патриарха, то есть какого-то лидера или человека, от которого зависит поведение и жизнь других людей, то, чтобы разделить вот этот контекст обязанностей в анархо-среде, когда я могу и говорить, я могу и делать что-то, и могу функционировать как индивидуальность, но и также выполнять какой-то труд, если я захочу. Но вообще про это еще я немножко расскажу. Коллежанка моя говорила про анархизм, из чего начался, и тут вот был сказан прудон, и я хотела бы дополнить еще, что Бурдон, это его цитата, он говорил так, что ну вообще я женщин не могу допустить к политике, они настолько прекрасны, вот мы тут поговорим про анархизм, а женщины, они просто, ну вот идеально, это знаете, как цветок на подоконнике, я буду им любоваться, я вот анархист, но вот ты расти, главное не лезь в политику. И с этим, к счастью, спорили уже в 19 веке, с этим было очень не согласна Эмма Гольдман, и это приводило к тому, что вот этот анархизм, который появлялся и раскручивался в 19 веке, особенно в Америке, который, например, ситуация в Чикаго, там 1 мая, 4 мая, протесты, 86-й год, когда Эмма приезжает в Америку и начинает подхватывать различные мысли анарха такого движения, приводит к тому, что в анархофеминизме, то есть в таком, который мы сейчас называем анархофеминизмом, есть много течений самого анархизма, да, то есть в основном многие анархистки, анархофеминистки, они, несмотря на то, что очень общего с анархоиндивидуализмом, потому что на этом и базируется основное понятие анархофеминизма, что я такая, такая, какая есть, передо мной люди, например, моя коллежанка такая, какая есть, у нас есть общая база, но на самом деле эта база и в нашем коллективе очень может отличаться от коллектива, например, в другом, они тоже будут называться анархофеминистками, но тусить будут по-другому и жить будут по-другому. И тут важно отметить, что вот эта вот картина мира в анархофеминизме построена на том, что есть, есть Бог, например, есть президент, есть отец, который будет, скорее всего, из Макси, там, от Бога до потом средний образ такого патриарха, такого мужчины в мире, потом семья, если, скорее всего, это сильная фигура либо отца, либо старшего брата, который будет либо учить, как жить, либо знать лучше, как жить мне. это все происходит в ситуации борьбы вообще с властью, потому что большинство из активисток, известных Терри Тикес, они на самом деле происходили из таких очень сложных, я бы сказала, семей, то есть это семьи, в которых были тираны-отцы, которые стремились подавить личность активистки или личность женщины или личность человека-женщины, которая хочет выражать себя, но не хочет подлегать или подвергаться влиянию вот этого сильного либо мужчины, либо отца, либо опять-таки директора, президента и так далее, и так далее. Анархофеминизм очень связывает проблему угнетения с тем, что есть угнетение системы, и это связано с анархизмом, но есть угнетение, которое подавляет, вот и тут было про патриархат, что есть, например, конструкция, что сильный-слабый, да, то есть, когда, если я обладаю навыком, если я умею угнетать или я угнетаю, то, скорее всего, я не анализирую, что я угнетаю, потому что мне выгодно не анализировать, то есть, это про то, что я нахожусь в такой конструкции, что мне выгодно удерживать вот этот строй, в котором я живу, даже если я крутой анархист и делаю крутые акции в Варшаве или в каком-то другом городе мира, но при этом веду себя не по-анархистски, например, потому что считаю, что я лучше, потому что я, например, делаю акцию, а кто-то не делает и на это, например, высказываю свое негодование. Поэтому в этом вопросе, например, угнетение женщин в семье очень важно в анархофеминизме, и поэтому еще тоже поговорим, как относится к анархофеминизму вот эта ситуация домашнего насилия либо вообще насилия в отношениях. Есть, наверное, там, ни бога, ни церкви, ни мужа, ни правителя. Это очень довольно-таки известный лозунг анархофеминизма, но на самом деле все, что связано с анархофеминизмом, все начинается с того, что все личное это политическое. То есть нету таких каких-то тем, связанных с тем, что если в моем доме или в моей жизни происходит серьезная ситуация для меня, то это не потому, что это в моей жизни так происходит. Это система и социализации меня, например, как женщины, как девушки, девочки в свое время приводят к тому, что этой системе выгодно, чтобы я была мученицей, потому что если я мучаюсь, то у меня нету силы на сопротивление, то есть нету силы на то, чтобы я выходила из этого гнета. И вот эта мученица, она связана с тем, что вот есть какие-то роли, приписанные в обществе, то есть тут написано гендерные роли, традиционный брак. Он приводит к тому, и Эмма Гольдман про это говорила, что если я... Свобода... Эмма Гольдман говорила так, что свобода начинается не тогда, когда рухнет весь патриархат или рухнут там, умрут все президенты, рухнут границы, только свобода начинается в тот момент, когда я себе дала в душе свою свободу. То есть свободна я тогда, когда я могу быть свободной в своем внутреннем мире. И вот этот вот брак, который набрасывается, что если я буду в браке, то тогда я смогу... 19 век, я напомню, там вообще это ситуация, в которой женщина без брака не могла ничего, ни поехать никуда-то, не поступить в университет, не представиться, не пойти на какое-то мероприятие, только в наличии рядом с собой мужчины. Или чтобы женщина была с мужчиной рядом, если бы мужчина был в наличии. цель анархофеминизма. И тут очень важно отметить, что это такое маргинальное немного направление в анархизме. Это связано с тем, что само слово феминизм, и несмотря на то, что анархизм такой ровный, многих анархистов откатывает назад, когда они слышат слово феминизм. И цель анархофеминизма это такое переустройство общества на таких горизонтальных началах. То есть, чтобы группы объединялись, люди объединялись в какие-то группы, при этом без разницы начало у меня, или личность я женская, мужская, в квир-феминизме отношусь я бинарная персона, небинарная персона, но чтобы мой гендер и мой пол не влиял на те возможности, которыми я хочу пользоваться, а не которые мне кто-то дает либо разрешает брать. То есть, это про то, что в ситуации с анархизмом, что вообще не только анархофеминизмом, что я не жду, когда мне разрешают, только если мне что-то надо, я чувствую, что это повлияет на меня как личность, я имею право это взять. То есть, договариваться с другими людьми, объединять в какие-то группы и бороться за свои права, если я чувствую, что они угнетаются. И тут я хочу сказать про то, что с чем связан. Часто анархофеминизм путают с радикальным феминизмом, но я бы хотела отметить, что в анархофеминизме вот этот гнет, о котором я постоянно говорю, в радикальном феминизме очень важно бороться с сексизмом, с таким понятием, когда истребить всех мужчин, например. Ну, это я сейчас утрирую, но смысл в том, что радикальный феминизм, он вот борется с сексизмом, а в анархофеминизме, если я причисляю себя к анархофеминизму, то я знаю, если я побежу, если я выиграю в борьбе с сексизмом, то угнетение, патриархат и система государства не рухнет. То есть смысл в том, что с сексизмом я борюсь так же, но если не будет сексизма, то государство будет существовать дальше, например, или будут существовать системы, которые будут угнетать так же, как женщин, так и мужчин, и будут призывать к тому, чтобы мужчины все так же угнетали женщин, только потому, что это выгодно самой системе. И отличие, например, анархофеминизма от радикального феминизма еще основывается на том, что есть в квир-феминизме, в квир-анархофеминизме транс-персоны, небинарные персоны, и анархофеминизм не отталкивает различных персон и небинарных для того, чтобы есть истинная женщина, которую я там решила, что это женщина, или и она только вот она женщина, например. То есть радикальный феминизм все-таки не всегда, например, открыт к транс-персонам, и это как в белорусском контексте, так и в мировом в обществе заметном. Очень связано с социалистским феминизмом, но проблема еще в том, что там уже с 19 века социализм и анархизм дорожки разошлись, но часто, например, социалистский феминизм, если смотреть на это с перспективы анархофеминизма, что вот это вот нету частной собственности, или там это может привести к такому тоталитарному подходу, к чему анархистки, опираясь на свой индивидуальный опыт анархофеминистки, ну, не всегда согласны. Вот тут еще либеральный феминизм с чем спорит. По сути, с либеральным феминизмом анархофеминизм спорит всегда, потому что смысл не в том, чтобы в какой-то стране была президентка-женщина, потому что от того, что будет президентка-женщина, система не поменяется, и это приведет к тому, что мини-процент сильных, богатых, успешных будет властвовать над другими группами, и, по сути, либеральным феминисткам очень часто выгодно не менять систему, то есть ту систему, в которой мы живем, потому что вот эта система, в которой есть капитализм, в которой есть вот эти позиции, которые сейчас заняты, даже несмотря на то, что есть какие-то женщины, которые добиваются успеха в корпорациях, либо в университетах, либо в других каких-то областях, это все равно приводит к тому, что система сохраняется, потому что сохраняется так называемый средний класс, или сохраняется, что я перестаю замечать, будучи, например, либеральной феминисткой, перестаю замечать вот эти привилегии, то есть либо если я их замечаю, что у меня есть привилегия, то мне выгодно ничего с этим не делать, потому что я добилась своих высот, но при этом забываю о тех группах, которые еще подвержены угнетению и дискриминации. Я хотела немножко рассказать о конкретных проектах анархофеминизма, то есть о том, чем анархофеминизм занимается, особенно сфокусироваться на том, что отличает его от других движений, или в чем в этих аспектах какие есть различия от других движений феминизма. То есть понятно, что основное отличие анархофеминизма от других течений феминизма это критика государства, критика этатизма, утверждение о том, что патриархат как система угнетения встроена в государство, повторяет государственное угнетение. можно вспомнить очень классный был проект у феминисток в Беларуси в прошлом году. Они записали видео на день, посвященный борьбе с гендерным насилием, с домашним насилием. Патриархат это сутья, я родилась виновная и наказание для меня я проститута и овца. Патриархат это сутья, я родилась виновная и наказание для меня насилие день от дня. Аресты, пытки Сама дура виновата Семья вам дома больше валила Убью такая приходите Ни вина здесь не моя ни в чем была и нигде была Ни вина здесь причала и где я шла И Вина здесь не моя ни в чем И они записали видео под песню, слова которой переводятся как «Патриархат — это судья», «Патриархат — это полицейский». То есть это для Беларуси было очень актуальной и остается очень актуальной темой, то, что многие почувствовали на себе государственное насилие в последние несколько лет, почувствовали полицейское насилие, авторитарное насилие. И как бы вот эта акция показала, провела эту параллель между домашним насилием, между гендерным насилием, насилием мужчин и женщинами чаще всего и как бы вот таким государственным насилием полицейского, судьи, чиновника, президента и так далее. Вот, но если мы не говорим про государственное, ну то есть говорим не только про главную, как бы объект критики анархофеминизма, о чем они еще размышляют, о чем они пишут, против чего они борются. Значит, очень важный аспект — это критика института семьи и брака. Моя товарищка уже упоминала, что для анархофеминизма, как и для анархоиндивидуализма до него, например, очень важен этот аспект личного, как бы проживания личной жизни и критики, критики как типа анализа, а не как напрямую критики, своих личных отношений, практик личных с точки зрения идеологии, с точки зрения своей политической теории, своей политической позиции. И многие анархистки, особенно в XX веке, как раз начинали, ну как бы, анархофеминизмскую теорию с критики брака. Возможно, тогда эта критика была немного более актуальной, чем сейчас, хотя тоже в разных как бы частях света и в разных сообществах, в разных классах все будет по-разному. Но они говорили о том, что на данный момент, Эмма Гольдман об этом писала, опять же, Вольтерина Деклер, брак является передачей женщины в собственность мужчины. Ну, они говорили про гетеросексуальный брак, естественно. Вот, и как бы, и в браке женщина остается несвободна, становится несвободна, она становится мужской собственностью. И на тот момент, то есть у нее физически, как бы, ее жизнь ограничивалась какой-то приватной сферой, у женщин было намного меньше шансов участвовать в публичных дискуссиях, в публичной политике и даже работать часто, как бы, в публичной сфере. Вот, но также и как бы символически она становится принадлежностью своего мужа, и многие ее решения зависят от него, как бы, должны отталкиваться от него. И анархофеминистки вместо этого предлагали концепцию равноправного союза двух субъектов, двух автономных или более, уже, наверное, в 21 веке больше двух, может быть, субъектов. Личности, которые хотят вместе находиться в отношениях, которые основываются на уважении и любви, я думаю, для нас это уже более, как бы, такая привычная концепция, что типа, ну да, конечно, уважение и любовь, равноправие в браке, вот, но тогда это было чем-то более уникальным, вот. И, опять же, они критиковали то, что как будто для легитимизации отношений людей должно участвовать государство, то есть государство должно нам выдавать там свидетельство о браке, признавать вас как пару и так далее. И они говорили о том, что почему союз между людьми должен, как бы, одобряться со стороны, ну, государства. Вот, и еще они говорили, опять же, уже моя товарищка упоминала о том, что в патриархальном браке очень часто вот есть эта фигура мужчины патриархальная, которая сама по себе является угнетателем и выступает параллелью государственного угнетения. Вот, и призывали анализировать, как бы, эту концепцию брака и менять ее. Что касается свободной любви, еще хочу сделать такую ремарку. Очень часто, как бы, вот эти идеи свободной любви люди представляют как, там, кучу контактов с разными людьми, абсолютную, там, сексуальную революцию. И, да, анархисты и анархистки много говорили о, как бы, освобождении сексуальности. Я вот, когда готовилась к этому занятию, как раз много читала о том, что и, как бы, с женской сексуальностью, и с квир-сексуальностью анархисты часто и анархистки были одними из первых, кто затрагивали эти вопросы и политеризировали их. Говорили о том, что, вот, смотрите, общество нормирует нашу сексуальность, оно допускает только определенные ее виды, но у каждого человека есть право на то, чтобы и проявлять себя, и на то, чтобы получать удовольствие. Если вы, как бы, никому не делаете, не ограничиваете ничью саботу других людей, то, как бы, вы имеете на это право. И мы должны освобождать сексуальность от этих социальных норм, которые ее угнетают. Вот, но это не значит, что все, типа, анархисты и анархистки полиаморы. То есть, когда мы говорим о свободной любви, как раз идет упор на союз автономных личностей, основанных на уважении и, как бы, признании другого человека как самостоятельного индивида. Вот, и если вы выбираете форму союза, как моногамные отношения длительные, то это тоже довольно анархично. Не надо думать, что это не анархично. Что касается семьи и брака, наверное, все. Ну, я сказала о том, что это очень популярная тема в 20 веке была, но до сих пор, как бы, в многих отношениях наблюдаются, скажем так, неравности, и до сих пор существуют проблемы домашнего насилия. Поэтому, как бы, понятно, что до сих пор анархофеминистки об этом много говорят. Также по поводу домашнего насилия, что я еще хотела сказать. Вот наше прошлое занятие было посвящено политическому насилию, в том числе и праву на протест, праву на использование насилия против государства. И анархофеминистки, возможно, отличаются от каких-то других видов, например, либерального феминизма, в том, что они признают право женщины или право человека, пострадавшего от насилия, право жертвы, применять насилие в сторону своего угнетателя. То есть, например, если вспомнить кейс сестер Хачатурян, которые убили своего отца, который очень длительное время их насиловал. То есть для анархофеминисток даже не стоял бы вопрос, имели они на это право, не имели. Анархофеминизм говорит, да, ты имеешь право защищаться от своего угнетателя. Антикарцеральный феминизм. Многие виды феминизма, либеральный феминизм, наверное, в основном, но даже социальный и радикальный феминизм, когда говорят о проблеме сексуализированного насилия, говорят о том, что мужчины, неважно, либо они приписывают это каким-то биологическим характеристикам, типа мужчины есть такие, либо что их такими формирует общество. Говорят, что мужчины потенциальные насильники, и если сексуализированное насилие происходит, они предлагают государству очень... то есть их политические векторы, скажем так, их политическая борьба часто направлена на то, чтобы как можно более криминализировать сексуальное насилие и привести к тому, чтобы насильник всегда оказывался в тюрьме, и насильник всегда был наказан. Анархофеминизм, как и анархизм, в принципе, выступает против тюрем, то есть это оболиционистское направление, которое говорит о том, что тюрьмы не должны существовать в равном свободном обществе, и предлагает другие способы бороться с сексуализированным насилием. Во-первых, борьба с патриархатом, борьба с идеей о том, что женщина — это объект, и культура насилия, которая существует в мире, культура того, что можно брать, что женщину можно взять, и что не надо спрашивать о каких-то взаимодействиях, когда вы с другими людьми находитесь, уже является причиной, почему происходит сексуализированное насилие. И анархофеминизм очень сильно упирает на то, что нужно бороться именно с этим. И в ответ на сексуализированное насилие, если оно все же происходит, анархофеминизм предлагает не просто запирать этих людей где-то еще, изолировать их и так далее, а пытаться вести с ними реабилитационную работу, понять, почему это произошло, и сделать так, чтобы насильник взял на себя ответственность за свои действия, понял, раскаялся, осознал и мог дальше интегрироваться в общество. Понятно, что это не всегда происходит, и в нашем обществе, где у нас как бы нет, мы пока не живем при анархизме, часто какие-то действия типа изоляции, либо это социальный астрацизм, либо это все-таки вмешательство в полиции, могут происходить, но в идеале анархофеминизм видит решение проблемы сексуализированного насилия именно таким образом. Борьба с патриархатом, борьба с объективацией женщин, с культурной насилием и реабилитация тех, кто использует сексуализированное насилие. Вот. Либертарное воспитание тоже важная тема для анархофеминизма. В 20 веке анархофеминистки много говорили не только о семье и браке, но и о детях как части семьи. И они предлагали, они говорили о том, что женщины чаще всего заняты воспитанием детей и обращали внимание на то, что, возможно, это тоже не самый правильный способ организации семьи. Они предлагали не просто подключить мужчин к процессу воспитания, но они вообще были такие идеи о том, что, возможно, нужны какие-то люди, которые профессионально выбирают заниматься воспитанием детей, которые могут брать на себя в основном воспитание, в то время как женщины, которые как бы... Или делать это коллективным занятием, то есть в какой-то условно в рамках анархистской коммуны, например, по очереди все взрослые воспитывают детей, заботятся о них, следят за ними. И таким образом у женщин появится больше свободного времени, чтобы реализовывать себя, участвовать в политической борьбе и так далее. Вот. И из либертарного воспитания также выходит, как бы проистекает анархофеминистская критика образования и проект образования. Анархофеминистки говорят о том, что процесс образования очень часто выстроен очень иерархично и очень авторитарно. Есть фигура учителя, есть какие-то правила, которым дети всегда подчиняются, ну или взрослые в университете, например. И обращают на это внимание и говорят, что нам нужна другая модель образования, образование, которое ведет не просто к вложению каких-то знаний кому-то в голову, а к эмансипации, к освобождению, которое помогает людям освободиться. И они говорят о том, что образование должно быть холистичным, то есть использовать разные подходы, антииерархичным, антиавторитарным. И также они обращают внимание на то, что в образовании сейчас, ну и раньше тоже, всегда во главу, типа во главу любого процесса на пьедестал ставилось понятие рациональности. И как бы часто это не просто рациональность, как там критическое мышление или размышление о чем-то, а рациональность такая, что единственный способ мышления, единственный способ исследования, тот, который доказан, тот, который описан университетскими источниками, авторитетами является самым правильным, а другие способы, особенно те, что связаны с эмоциями, с чувствами, с какими-то телесными аффектами и переживаниями, они не должны вообще участвовать в образовании, то есть образование это не про твои эмоции, это про знания, которые мужчины написали в книжках, и которые тебе просто нужно выучить. Вот, и они говорят о том, что наши эмоции и чувства тоже могут быть важны и использованы в процессе образования и критикуют вот эту позицию единственного, опять же, если мы подумаем про это, увязывается и с антииерархичностью, и антиавторитарностью, критика позиции единственного такого источника знания, единственного авторитета, и они говорят о том, что особенно в социальных науках, например, могут быть очень много разных точек, знаний и позиций, с которых мы можем смотреть на определенный объект исследования или какую-то теорию, и часто очень эти позиции формируются нашим личным опытом, то есть там мужчина-академик будет про какую-то теорию говорить определенным образом, а темнокожая женщина-академик про то же самое может говорить другим образом и замечать какие-то другие аспекты, например, этой теории. И анархофеминизм говорит о том, что нужно помнить об этом и не позволять, ну, как бы пытаться избавиться от иерархичности знаний. Я сразу отмечу, что на самом деле вот эти выборочные женщины, они только как примеры, это не значит, что это авторитетки или те, которые вот богини и других богинь нет. Это про то, что анархофеминизм очень базируется на такой поддержке в сестринстве и то, что экспертность одной в чем-то не перечеркивает экспертность другой в чем-то. И каждая из нас является эксперткой в своей жизни, в своих поступках, в своих мыслях. И в этом и заключается смысл, что не кто-то мне либо какой-то другой женщине говорит, как надо жить, только я могу принимать свои решения на основе того, чего хочу я. На самом деле, Эмма Гольдман это одна из самых-самых популярных анархисток, которые сейчас приписывают к анархофеминизму, потому что коллежанка моя говорила про свободную любовь. Например, из такой пикантных таких ситуаций, Эмма Гольдман одна из первых женщин, которая вот в среде, вот в кругу этих мужчин, анархистов, рабочего класса, профсоюзы, на встречах из 300, там, тысячи человек, одна из немногих женщин. Она, несмотря на то, что была очень влюблена в Сашу Беркмана, такого анархиста, который вместе с ней и с другими покушался на одного из бизнесменов. Это не удалось и его арестовали и посадили в тюрьму на 20 лет, но в итоге Эмма Гольдман, будучи влюблена в него очень сильно, она это описывает в своих мемуарах, встречается с другими людьми, завязывает с ними отношения и живет в таком плане в свободной любви, в том плане, что я могу кого-то любить, но на данный момент это любовь одна, но есть другие люди, которых я тоже могу любить. Как бы как это бы не звучало, это о таком свободе выбора, о выборе того, чего хочется сейчас, а не потому, что я в каком-то контексте социальном, в котором у меня нет выбора. Эмма Гольдман, не знаю, все ли знают, она родилась в Литве, в Каунасе, и она из семьи евреев и жила в очень многих странах и городах, еще как молодая девушка и была и в Петербурге. Ее семья очень консервативных евреев, деспотичный отец, который уже в 15 лет хотел, чтобы она вышла замуж, не для того, чтобы Эмма была счастлива, для того, чтобы получить такую выгоду от замужества Эммы, ну и чтобы освободить, чтобы не было дополнительного рта дома. Но в итоге Эмма уезжает в Америку, и это был 85-й год, когда она ознакомится с произведениями Томаса Мана и ходит на встречи, и начинает активизироваться, учится такой риторики, как строить речь, для того, чтобы слушали, потому что первые ее выступления были провальные такие. И я опять подчеркну, что провальные они еще были только для того, что перед ними выступала женщина в очень гомосоциальной структуре, когда выступать могли только мужчины. И Эмму начали называть такой красной Эммой. Это про то, что она такая сумасшедшая, как будто, но при этом с четким понятием того, чего она хочет, но с бредовыми идеями, которые были в Европе и Америке обсуждались в 20 веке, 60-х, 70-х годов, а Эмма в конце 19 века уже говорила про, например, домашнее насилие. Это было связано с тем, что, несмотря на то, что я вот говорила про такую свободу в сексуальных отношениях, Эмма была замужем. Ее первый сексуальный контакт, как она описывает, вообще был связан с изнасилованием. И она тогда написала об этом, что она никогда не предполагала, что это будет, что то, что рассказывает про бабки-бабки мамы своим дочерям, что это будет что-то удивительное. Это был очень плохой и тяжелый опыт для нее, из которого, наверное, мне так кажется, это уже моя теория, ну, было связано ее такое свободное отношение к чувствам и к тому, чтобы не принадлежать мужчине, потому что Эмма считала, что если я выхожу замуж, то я становлюсь рабыней. Это рабство связано с тем, что и Вальтерина Деклер так считала, что связано с тем, что этот мужчина считает, куда я хожу, что я надеваю, что я ем, и этим самым забирает у меня мою идентичность, потому что Эмма говорила про то, что если я, например, активистка, хожу, работаю на фабрике, объединяюсь в профсоюзы, как только я выхожу замуж, я теряю свою идентичность, и меня ждет три пути. Первый путь это я могу пойти в сторону матери, в сторону такого рабства, быть матерью, не потому, что я хочу быть матерью, только 19 век, начало 20 века в Америке полностью запрещены контрацептивы, нельзя, например, было говорить о том, как вообще предохраняться. То есть, если вот, когда Эмма читала свои лекции, говорила о том, что прервать половой акт, или там полы не попить, например, это про то, что за это можно было попасть в тюрьму, и Эмма говорила о том, что вот если я выхожу замуж, то значит, вот это путь матери, это такой путь рабства, не потому, что я начинаю любить своих детей, только потому, что я не умею не забеременеть, то есть, пока я могу рожать, то я буду рожать. Второй путь это сексуальная работа, выход на улицы для того, чтобы своим телом зарабатывать деньги, но это такая маргинализация и уничтожение, например, в конкретной ситуации, когда это не про выбор, что я хочу зарабатывать деньги своим телом и при этом становлюсь секс-работницей, только это про то, что у меня нет возможности выбрать другой путь, и тогда я в угнетении этой системы, которая не дает мне возможности работать, и я выбираю хоть как-то себя прокормить. И третий путь, если я отказываюсь от брака, от института брака, и если я не Эмма, то тогда у меня остается третий путь, это путь пойти в монашки, и там тоже появляется вот этот угнетатель, бог или угнетатель, угнетательницы, другие монахини, которые будут мне говорить и меня ограничивать в моем выборе. И еще что может интересно про Эмму, что ее активизм, он связан, она очень много читала лекции, несмотря на то, что анархофеминизм, он такой очень мал в теории, и такой, потому что считается одна из теорий, почему нету трудов по анархофеминизму, потому что анархофеминистки занимаются либо темой домашнего насилия, либо темой объединения в группы, а не писанием трудов, когда, например, есть Прудон, который теоретик анархизма и сидит в уютном пространстве и сочиняет мысли. И есть анархофеминистки, которые очень часто из маргинальных слоев общества, из таких классово-низших слоев общества занимаются ситуацией, как выжить, а не тем, как создать прекрасный труд, который будут потом впитывать другие в другие личности. И можно вообще прочитать про Эмму очень много. Может, важно отметить, что Эмма была депортирована и лишена американского гражданства. Уехала в советскую уже тогда Россию, общалась с Лениным, вообще у нее были встречи с Кропоткиным и в итоге разочаровалась после повстания в Кронштадте. В 20-21 году ей удалось выехать из советской России в Европу. Там она попутешествовала и в итоге пожила и в итоге уже заземлилась в Канаде, в Торонто и в 30-каком-то году ей разрешили приехать в Америку, дали визу. Она провела там около 100 лекций, уехала и больше никогда не разрешили приехать в Америку. И похоронена она в Чикаго, потому что разрешили хотя бы тело привезти. И это, наверное, про Эмму, это она. Есть много ее фотографий или немного на тот период. Мне кажется, все-таки это много фотографий в интернете, которые можно найти. Я хочу еще добавить такой, есть просто веселая история, смешная, про встречу Голдман с Кропоткиным, который такой был основным теоретиком, особенно в 19 веке, просто огромные фигуры анархизма. и во время их беседы он сказал так немного пренебрежительно, зачем вот ты говоришь про брак, про свободную любовь, нужно там про борьбу говорить, про права рабочих. И она вместо того, чтобы там начать аргументировать, как-то серьезно отвечать, она говорит, ну конечно, Петр Алексеевич, вам там уже 80 лет, вас такие вопросы не интересуют. И он такой, ну да, это правда, наверное, вам молодым хорошо, что вы типа все это обсуждаете. Вот, так что она победила его в этом споре, можно сказать. На самом деле, если почитать произведения и анархисток, и анархистов 19 века, они очень обращали внимание на возраст. И, например, вот Вольтерина Деклер, она анархистка, которая сейчас, можно по ее действиям понять, что она анархофеминистка, но она тоже себя не называла анархофеминисткой такого понятия, не существовала. Она была старше Эммы Гольдмана нам там 6 буквально лет, и Эмма очень ей восхищалась, они не всегда соглашались, но при этом были ситуации, когда они друг друга заменяли, например, Гольдман когда-то приехала прочитать лекцию, пока шла на лекцию, ее арестовали, и в итоге вместо Гольдман выступила Деклер. Ну, то есть немножко с другой повесткой с одной стороны, но с такой схожей к Гольдман, и она вот тут мы говорили про свободную любовь, что интересно, из-за своего выбора того, чтобы не быть в таком угнетающем браке, у Вольтерлины она вышла замуж, у нее родился сын, но это опять-таки конец 19 века, она развелась, и у нее забрали сына, он остался с... ну, из-за того, что она развелась, она не могла жить со своим сыном, или его воспитывать. это, то есть, про выборы, которые делают женщины, но которые, как на них давит система, это точно так же, как и в 21 веке в Беларуси, например, СОП, социальная служба может забрать ребенка у политзаключенной, только потому, что она политзаключенная, и, например, партнеры, или отец ребенка, тоже политзаключенный, либо просто не угоден системе. И Вольтерина де Клер, в отличие от Гольдман, Гольдмана жила 70 лет, чуть больше. Вольтерина де Клер прожила мало, 46, она преподавала английский, и жила в таких бедных районах еврейских, и писала очень много, она была такой плодотворной активисткой, Гольдман очень восхищалась ее творчеством, и она была такой импульсивной в своих высказываниях, с одной стороны феминистки, с другой стороны вот именно подчеркивала вот этот вред системы, государства и капитализма на личность, и в итоге на нее напал ее бывший ученик, и ее ранил ухо, горло, и она понятно, это все предположения, то есть, во-первых, полиция, система, опять власти, она не хотела связываться с полицией, не подавала на него или подала, но потом забрала заявление, только потому, что он психически для нее был нездоров, во-вторых, и поэтому он не мог управлять своим разумом, но это повлияло на ее здоровье, она в итоге умерла через буквально 8 лет от менингита, потому что не прошло это бесследно, вот это покушение. Вальтерина де Клер, она одна из первых обратила внимание на такое понятие, как домашнее насилие, потому что она выступала, вот когда она говорила про рабство в браке, она подчеркивала тот факт, что и что часто и в 20 веке, и в 21 говорится про вот это изнасилование во время брака, когда супруга, жена, партнерка не хочет вступать сегодня в половую связь, но при этом партнер, муж хочет секса, это приводит к тому, что это называется изнасилованием, и это стоит, это факт. до этого понятие того, что если я вышла замуж, то значит я всегда хочу, и во-первых, не то, что я всегда хочу, мне никто не спрашивает, ну то есть все, то есть это не то, что у меня спросили, как ты, ну только я хочу и все, и моя обязанность как жены подчиниться, поэтому вот это понятие домашнего насилия появилось или сексуального насилия, может не домашнего, сексуального насилия в браке, она одна из первых, кто обратила на это внимание, и, например, Эмма Гольдман очень часто работала швеей, а Вольтерина де Клер очень была за такое свободу в одежде, очень резко высказывалась касательно корсетов, что было просто, ну как это без корсетов, это сейчас какой еще без одежды прийти у женщины, ну то есть это очень очень важный такой аспект ходить в корсете тогда, и она вообще очень, ну, не поддерживала формы одежды, которые были тогда. И, из таких тоже моментов, она, когда у нее закончились деньги, надо было оплатить суды своего возлюбленного, она пошла на улицу, чтобы заработать деньги секс-работой, и первый ее клиент сказал, ей заплатил, но сказал, чтобы она больше туда не возвращалась, потому что у нее мало опыта, но в некоторых статьях написано, что опыта у нее достаточно, только что она задавала очень много вопросов своему клиенту, и он просто не выдержал вот этого потока интеллекта, к которому он был не готов. Есть еще третья персона Люси Парсенс, это жена анархиста из чикагской восьмерки, которого повесили в 86-м году, и интересно по разным аспектам, она индианка, она из рабочего движения, такого связанного тоже с профсоюзами, до момента смерти ее мужа, они, или она в частности, очень много должна была менять места жительства в Америке, потому что ее преследовал Ку-Ку-Склам за ее внешность, это тоже важный аспект того, что Америка поделена черные-белые, сегрегации и так далее, и с ней, например, Эмма Гольдман спорила, поспорила бы насчет ее анархофеминизма, потому что несмотря, что она выступала за то, чтобы женщины имели право высказываться в профсоюзных ячейках своих, занимать свою позицию, она очень не поддерживала свободные отношения Люси Парсонс, она была из тех анархисток и феминисток, которые поддерживали, вот она шла за мужем, муж ее был повешен, но и она осталась в этом анархизме и очень всегда высказывалась в его, как будто за него, но на самом деле продолжая свои мысли в том числе также. Это уже тридцатые года, и это Испания, Мухерас Либрес это свободные женщины Испании, это организация, которая ну такое ноу-хау, то есть они не называли себя феминистками и говорили, что феминизм это не туда, а нет, это ответвление от анархизма, но при этом вот они очень подчеркивали такой монархизм, что в в таком анархизме нет места женщине. Это было связано с тем, что многие мужчины не признавали домашний труд, за что тоже борются анархи-феминистки, что это тоже считается трудом, то есть а не то, что есть труд на фабриках, но дома это женское дело, например, а трудимся мы вне дома. и Мухаррес Либрес это такое сообщество, представьте себе 30 тысяч анархи-феминисток, это количество просто сейчас кажется таким довольно-таки большим, но они работали или активничали так, что объединялись маленькие группы, в которых было место для жертв пострадавших от насилия, появлялись первые сады, социальные центры, они также работали вот тут написано, что это такая двойная борьба, с одной стороны это равноправие женщин, с другой стороны социальная революция, к которой стремились все во время испанской революции, чтобы изменить этот мир, который под гнетом систем, для того, чтобы в нем было место для каждой и каждого, и вот это равноправие женщин и мужчин у них основывалось на том, что это одни из первых таких групп, в которых они хотели объединяться для того, чтобы прокачиваться в своих навыках, то есть они что-то там, например, я умею шить, кто-то умеет готовить суп или кто-то умеет писать стихи, и вначале я в этой группе обретаю эти навыки, чувствую себя сильнее, для того, чтобы выйти в группу, то есть другую группу, то есть это про то, что такая поддержка, низовая поддержка, начинающаяся с такого активизма, не потому, что мне надо, только потому, что я хочу поддержать другую женщину, это такой пример на самом деле идеала сестринства, с которым пользуются многие феминистки, не только анархофеминистки, но и вообще феминистки в мире. И вот тут Люсия Саорниль, она вот тут слева идет вместе посередине, кто же это? Гольдман. Для меня это все равно остается шоком, потому что самолеты нет, ну то есть она Европа-Америка, Европа-Америка, и то есть она приехала к ним в 36-м году на революцию, посмотреть их, поддержать, то есть это про то, как Гольдман познакомилась на самом деле со всеми важными персонами того времени, которые ее интересовали, либо которыми она была заинтересована. И вот эта Люсия Саорниль это одна из таких пионерок свободных женщин из Испании, которые вообще оставили огромный след в испанской революции в 36-39 годах. Можно? Я хотела дополнить просто про Люси Парсенс. Буквально на днях слушала подкаст про черный аморхизм, и там ее упоминали как черную, то есть мне кажется, она была как будто бы видимо смешана в... ну то есть если там были какие-то корни индийские. Вот. И вот ее упоминали как одну из родоначальниц в такой теоретичек, как бы черного анархизма на тот момент, потому что тогда-то Гольдман критиковала супражистов за то, что зачем вы просите право на... ну как бы вы просите там пустите нас работать или там пустите нас поголосовать, чтобы вас угнетали так же, как и мужчин, да, то она писала, на тот момент шла ну речь о том, что очень многие были исключены черные, да, из вообще любой социальной жизни, тем более политики, и как бы и тогда было очень много права, да, давайте права, там как бы ну какой-то кампании проводились, и она писала о том, что зачем нам, ну типа не надо нам права, которые вы даете белым, для того, чтобы над нами власть, то есть мне как бы неважно, и кто будет потом черным физиатом. Вот, то есть вот она на таком уровне тоже это озвучивала, Fargo Heres Libres тоже очень, мне кажется, прикольные истории, ну вот думаю у вас наверное будет это в списке литературы, да, книга про них, про свободные женщины Испании, и ее очень интересно почитать, потому что там реально показаны как раз такие истории про свободную любовь, когда в своем же ну скажем так движении да, как бы мужчины воспринимали призыв анархистов к свободной любви как то, что им должна давать любая девушка и как бы ну то есть там прям описываются воспоминания там анархистов которые говорят что там подходит как бы какой-то там условно чел просто после собрания и такой типа ну че там давай как бы там словаться и она такая о нет да, то есть ну и он такой так че ты ты же свободная анархистка че ты как бы да, ну вот вот ты анархистка да, то есть ну вот такого уровня аргументация да, то есть ну вот и это на самом деле ну и то же самое вот то, что там изображены женщины с оружием там тоже развенчивается вот этот миф о том что вот эти милизиарос да, это как бы солдатки да, которые отправлялись на фронт как бы если будете смотреть читать про революцию испанскую там очень будет как бы постулироваться то, что вот женщины тоже на революцию с мужчинами так мы что-то делали на самом деле как бы ну Херсли просто рассказывает о том что как бы сначала да, женщины привлекали как бы в виде такой картинки приходите воевать но как только как бы уже устаканилась такая военная скажем так структура их стали оттуда ну как бы очень сильно выживать и те кто оставались там ну по политическим каким-то идеологическим причинам их чуть ли не шлюхами называли что типа понятно почему вы там идете на фронт как бы ну ладно мужик идет на фронт но ты там понятно как бы постил вот и это на самом деле показывает вот ну и их точно так же как бы местные там архисты да как бы из их же скажем так организаций ну как сказать критиковали за то что вот вы тут отделились зачем ну вот за тем да то есть они на разных примерах показывают насколько как бы было невозможно зачастую в рамках одной структуры с мужчинами поднимать эти вопросы и бороться с ними важно отметить что ни одна из этих женщин не называла себя анархофеминисткой частично потому что тогда самого термина не существовало частично потому что феминизм для некоторых из этих женщин ассоциировался в первую очередь с уфражистской борьбой или с либеральным феминизмом и например вот Эмма Гольдман очень критиковала суфражисток как раз таки и говорила о том что ну вот вы боретесь за право голоса что оно для вас изменит государство все равно продолжит вас угнетать как и мужчины собственно и это ну борьба вы вообще не туда боретесь вот и тоже у махерос либрес там Оля упоминала что они отказывались называть себя феминистками потому что для них это тоже казалось буржуазным явлением опять же они говорили о том что вот феминистки для них это те кто встроены в эту систему те кто борется может ради каких-то улучшений поблажек то есть чего-то что им государство выдаст или патриархат мужчины выдадут но не борются собственно с уничтожением этой системы и как бы революции не борются за революцию за уничтожение этой системы поэтому возможно ну как бы они считали феминизм как буржуазным проектом Хэй Джен или Хэнь Джен как ее еще звали она была анархистской в Китае и на самом деле в Китае очень интересная ситуация была и с анархизмом и с феминизмом анархизм там был довольно развит и со своей китайской спецификой он во многом ну не во многом но считалось что какие-то истоки есть например в Дао в религии анархистские потому что там есть принцип там управления без управления управления без угнетения вот но что касается феминизма в Китае в начале 20 века феминизм был очень националистичным женщины вообще часто используются в национализме либо как такой образ типа родина-мать и вы можете заметить что там очень часто какие-то правые или ультраправые используют например если это про Европу мы говорим образ там светловолосой голубоглазой женщины вот она такая родина-мать ее надо защищать или там говорят о том что более уже конкретно о том что люди которые приезжают в наши страны будут насиловать наших женщин и вот это вот образ насильника захватчика из другой страны очень часто в национализме используется и опять же ссылается на то что женщины на их права но на самом деле это показывает только что националисты видят женщин как собственность которую только они могут обладать но не другие мужчины из других стран вот в Китае же национализм в феминизме проявлялся таким образом что женщины тоже были в какой-то мере лицом страны и у женское движение считалось что должно служить на благо Китая на благо страны и было очень много публичных таких героинь в китайском дискурсе которые показывали процветание и как бы улучшение Китая самого символизировали и эти истории и нарративы для этого использовались вот и Хи Чжен она говорила о том что ну как бы она была анархистской анархофеминистской и соответственно она выступала против государства выступала против этого национализма использования женщины в националистических каких-то целях и нарративах она была издательницей издавала журнал первый наверное один из один из первых анархофеминистских журналов потому что это было в 1920-х годах когда такой литературы даже в Европе наверное еще было очень мало если была вообще вот и она много говорила об экономической зависимости женщин вот тут есть цитата что что самая важная вещь в мире еда почему женщины позволяют плохо относиться к себе потому что они зависят от других от других зависит будут ли они сыты она много говорила об экономической зависимости женщин от мужчин вот и тут тоже написано она выделяла три самые угнетенные такие группы горничные фабричные работницы и проститутки и она была анархо-коммунисткой и выступала за собственно разрушение капитализма и вот что интересно например Голдман критиковала суфражисток а она критиковала ну для Китая наверное это не совсем точное определение но мы с нашей западной точки зрения можем назвать их либеральными феминистками то есть женщин которые боролись за право работать на фабриках и говорила о том что вас там будет так же угнетать владелец фабрики как ну там капиталист как вас угнетают дома мужья и как бы нужно наоборот стремиться разрушить всю капиталистическую систему чтобы у каждого человека была свобода как бы иметь пропитание крышу над головой и так далее закрывать свои естественные потребности без того чтобы быть эксплуатирован другими людьми вот есть ее фотография не в очень хорошем качестве потому что это старый все-таки период и она была не так популярна как Гольдман вот и в конце хотелось бы еще немножко сказать про критику анархофеминизма которая существует во-первых и об этом моя товарищка уже упоминала анархофеминизм как теоретическое течение считается довольно неразвитым то есть вот вы видели что многие анархофеминистки на самом деле себя так даже не называли хотя их идеи впоследствии признаются анархофеминистки и само течение очень часто основывается на каких-то теоретических изысканиях идеях заимствованных из анархизма или феминизма обе эти теоретические базы намного более развитые то есть это знание намного шире и намного глубже чем какие-то теории в области анархофеминизма ну можно предполагать что это движение будет только развиваться и поэтому оно находится в своем начале и возможно поэтому оно пока не является таким обширным как анархизм или феминистская теория вот и также стоит сказать что многие анархофеминистические издания выходят в виде зинов или интернет-блогов то есть это не то что условно в академическом мире признается как источник знания поэтому многие идеи анархофеминисток могут оставаться незамеченными для академического сообщества вот и вторая критика которую часто обращают к анархофеминисткам это изоляция то что они сепарируют себя от мужчин и в какой-то момент возможно определенные коллективы или группы могут вообще полностью ограничивать допуск мужчин в свои коллективы или вообще исключать их из борьбы ну то есть такое происходит и некоторые коллективы сознательно идут на такую сепарацию от мужчин чтобы ну как бы не знаю либо говорить о своем личном опыте с людьми с похожим опытом хотя конечно опыты женщин могут быть очень разные либо чтобы предотвратить вот этот захват пространства где мужчины как бы получают ну в силу своей социализации начинают больше высказывать больше не знаю лидировать в какой-то смысле вот и поэтому становятся ну как будто захватывают пространство высказыванием многие анархофеминистки наоборот указывают особенно квир-анархофеминистки указывают на вот искусственное разделение вообще гендеров и о том что и на то что нам скорее нужно критиковать эту систему чем сепарироваться вот ну и такое явление как мэн-анархизм да мэн-анархизм то есть такой мочистский анархизм который до сих пор закрывает глаза на какие-то женские проблемы или не уделяет им достаточно внимания или в типа личной жизни в личных практиках воспроизводит какие-то патриархальные структуры он все еще существует поэтому понятно почему женщины в каких-то условиях захотят сепарироваться вот то есть даже сейчас существуют анархисты которые могут пренебрежительно высказываться о феминистских проблемах или конкретно идти в разрез с феминистскими с феминистской борьбой например у нас в Беларуси хотя он очень много сделал для движения и как бы очень хороший анархист но Микола Дедок высказывал в свое время тоже какие-то антифеминистские взгляды и высказывался против абортных прав вот и нужно сказать что сейчас мне кажется в 21 веке из того что я читала существует очень много анархо-феминистских групп особенно я заметила что много анархо-феминистских групп каких-то значимых которые там публикуют свои манифесты и так далее появляются в странах глобального юга то есть в Южной Америке в азиатских странах я думаю во многом это связано с тем что анархизм позволяет бороться как бы не только например с феминизмом но при этом и с империалистическим угнетением с которым женщины сталкиваются очень часто в этих странах и с капиталистическим угнетением а мы знаем что например женщины в странах глобального юга куда сейчас перенеслось очень много производства они как бы наиболее часто заняты во всяких индустриях там быстрой моды например или производства на фабриках где они больше всего угнетаются вот и анархо-феминизм дает им возможность как бы использовать свою теорию призму чтобы видеть сразу все угнетение которым они подвергаются вот и собственно все хочу еще пройтись по источникам рекомендуемым которые мы предлагаем вам оценить если хотите вот анархо-феминизм Elaine Leder это такая краткая статья о сути анархо-феминизма если как бы вам хочется прочитать еще раз или поделиться с кем-то или еще напомнить себе что-то то советую анархо-феминизм в задержании происхождение термина это про зарождение самого термина и о том где там анархизм где феминизм как они сочетаются исследование теории анархо-феминизма это магистрская работа которую я нашла вот в которой очень интересно рассматривается опять же история движения брак и любовь Фемы Гольдман это ее критика брака сексуальное рабство это вот то где товарищка говорила где формулируется в первый раз о том что сексуальное насилие сексуализированное насилие в браке это насилие проживая свою жизнь и Мэк Гольдман это ее дневники очень хорошие рекомендую и анархизм феминизм индивид Колина Райта это статья где много говорится о современном анархо-феминизме и о роли мужчин в анархо-феминизме о том ну как бы о том что во-первых есть вот этот мэн-энархизм с которым нужно бороться и во-вторых о том как мужчины могут участвовать в борьбе вот ну и здесь есть список фильмов еще которые можно посмотреть бунтарка и анархистки это художественный фильм Эмма Гольдман документальный и еще товарищка упоминала книгу про Мухерес Либрес по-моему она так и называется Мухерес Либрес издательство Радикальная теория практика тоже очень интересная книга вот можно почитать и есть еще в Питере коллектив Анфем да в Телеграме у них есть канал если что и сайт и они очень часто переводят какие-то статьи есть с ними сотрудничает мне кажется Мария Рахманинова это такая следовательница российская анархофеминизма и не только она очень благодаря ей наверное в российском русскоязычном контексте появляется все больше в том числе благодаря ей появляется все больше текстов и упоминаний про анархофеминизм как и когда-то так и сейчас в настоящее время мне бы очень хотелось узнать что вообще творится сейчас в настоящее время потому что ну сейчас на лекции было очень много про прошлое но также было бы очень интересно что творится вообще сейчас в анархофеминизме и есть ли какие-то вот типа крутые анархофеминистки как Эйма Гольдман только в нашем времени сейчас ну мне кажется из своего личного опыта я могу сказать что есть очень много каких-то зинов и блогов которые пишут об анархофеминизме ну и как бы я бы их сравнила наверное по не степени известности но по роду деятельности Сэммэй Гольдман в академической среде например есть несколько анархофеминисток опять же Мария Рахманинова как один пример могу еще вспомнить анархофеминистка которая очень интересно с точки зрения постфеминизма разбирает идеи Кропоткина и она пишет о том что вот эта горизонтальность которую в анархизме очень много продвигается и в феминизме тоже например часто говорится о том что отношения и все вообще взаимодействия с людьми надо выстраивать горизонтально она переносит их не только на отношения с людьми она еще как бы на отношения с окружающим миром с природой с объектами наделяет их субъектностью и говорит что вот тоже с ними можно горизонтально взаимодействовать вот и очень много коллективов как я уже сказала каких-то просто автономных которые взаимодействуют и существуют в мире можно еще сказать что есть вот таких два больших примера сообществ приближенных к анархическому в каком-то своем устройстве которые часто упоминаются это сапатисты в Мексике и курды курдское общество в Рожаве вот и сапатистов недавно в начале осени они приезжали в Польшу и приглашали всех на такой типа открытый разговор рассказывали про свое общество и у сапатистов очень много внимания уделяется освобождению женщин особенно для крестьянской Мексики ну то есть женщины там намного более не свободны чем в Европе в среднем классе да поэтому для них это был очень большой шаг и что меня удивило я спрашивала у них как у них типа обращаются с сексуализированным домашним насилием и они сказали что у них его почти нету ну то есть практически не бывает нужно понимать что это штат по-моему 150 тысяч человек там живет и у них нету сексуализированного насилия то есть они говорят что ну вот через образование через образование что как бы женщина это не объект женщина самостоятельный субъект они добились вот этого но и еще они сказали что благодаря тому что у нас сухой закон у них типа не употребляют алкоголь они как бы тоже приписали заслугу такую 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 этому вот хотя конечно это не значит что алкоголь виноват в том что женщин насилуют да и в рожаве в курдском обществе тоже есть свои феминистки сложно назвать их анархо-феминистками потому что они как бы у них свое отдельное течение которое они называют жонологией и оно направлено тоже на какую-то небольшую сепарацию от общего курдского движения но очень известны примеры там что женщины как бы равноправно участвуют в милитантской борьбе с сирийским государством с игилом и участвовали и ну как бы и зная как игил относится к женщинам то есть для женщин это была очень актуальная проблема и как бы они чувствовали своим долгом участвовать в этой борьбе вот но в принципе да как бы очень много коллективов есть очень много групп даже в Беларуси мне кажется были и есть возможно сейчас анархофеминистские группы но не всегда их деятельность очень видимо я только тогда еще дополню что смысл анархофеминизма не в массовости и вот именно часто анархофеминистские группы они работают с локальным сообществом своих мини каких-то группах и сообществах не связаны с массовостью и это приводит к тому что конкретных группах узнается уже чаще всего только после того когда они уже распались например или там когда спустя там некоторые годы когда коллектив не существует это когда у него есть время говорить или описывать то что они делали это частая ситуация с анархофеминизмом и может как бы это странно сейчас не прозвучало группа Пусси Райт которая с довольно-таки анархофеминистскими текстами в такой нетипичный способ для России спели панк молебен это было для десятилетней почти давности для анархофеминизма довольно-таки таким значимым мне кажется голосом потому что об анархофеминизме начали говорить серьезно только или обсуждать в СМИ например ситуацию не потому что это Эмма Гольдман которой было уже 60 например или 50 и у нее был авторитет а Пусси Райт это молодые девушки которые сделали что-то что привлекло внимание то есть это также проблема с эйджизмом того что академическая среда допускает голосу например только тогда когда у тебя есть какие-то заслуги если ты студентка то ты на конференции выступаешь последнее например анархофеминизм и я тоже немножко про это говорила смысл в том чтобы работать с проблемой а не и поэтому не всегда есть возможность работать с пиаром и это то что я знаю из своих групп в которых я была или в которых я есть что это про возможность выбора заниматься тем либо заниматься целью какой-то своей я хотел еще запомнить по поводу рожабы там же у них тоже разделение есть опяток по аналогии есть полностью женские организационные разделения и есть фильм «Бой здесь нас женщин» он не про женологи а скорее про личный взгляд участницы этого опята можно его очень смотреть «Анафо-профеминизм» типа есть ли анафо-профеминизм и еще хотел как фидбэк от ну как на меня повлиял анафо-феминизм что во многом это мне открыло часть меня которая я всегда скрывал прятался за маскулинностью что такое анафо-феминизм позволил мне принять свою часть которая такая мягкая почувствует свои границы что они оказывается у меня есть и почувствует чужие границы которые я настав то есть на меня анафо-профеминизм очень сильно повлиял а под анархо-профеминизмом ты имеешь в виду мужчин которые хотят присоединиться к анархо-феминизмской борьбе да ну и да допустим если такое есть то есть это будет отдельная профи-группа и это может быть что-то совместное ну вот в личной своей практике я наверное не встречала например мужские группы эксклюзивно мужские которые занимались анархо-феминистскими делами скажем так вот или продвигая анархо-феминистскую повестку но я встречала много групп которые были анархо-феминистскими но включали в себя мужчин и опять же ну как бы у меня квир анархо-феминистская призма то есть я с моей позиции все гендерные различия и качества которые мы приписываем гендерам сформированы обществом вот этой soft power да мягкой силой дискурсом который существует в обществе поэтому я хоть и не например обсуждаю анархо-феминисток которые выбирают сепарироваться от мужского движения я выступаю скорее все-таки за объединение и за включение и мужчин и людей других гендеров в анархо-феминистскую повестку вот поэтому я не знаю ну с моей стороны если ты мужчина который поддерживает или хочет бороться за анархо-феминистские цели то можно просто называть себя анархо-феминистом и присоединяться к анархо-феминисткам которые согласны с твоим присоединением нечего добавить вот у меня два вопроса ну один скорее вопрос может быть вы слышали но мне что-то сейчас приходит в голову я когда-то читала какую-то брошюру про женское движение тоже в 70-х и ну в Америке прежде всего и потом что-то было еще про антивоенное движение антиядерное которое тоже примерно в одно и то же время как будто бы все происходило и очень небольшие там протесты и где-то я встречала что как бы это не связано с нарканизмом но что как будто вот консенсус и вообще такое суждение горизонтальное типа действий взаимодействия оно было как бы перенято или привнесено феминистками которые присоединялись к этим движениям но это я говорю к тому что сейчас большая часть анархистов считает консенсус как бы основным способом принятия решений или взаимодействия в группе и для меня было интересно узнать что когда-то 50 лет назад это вообще какая-то практика которую женщины привезли исходя из своего опыта организации горизонтальной я не знаю может быть это не вопрос но может быть вопрос если это так это это то на что обращали внимание мухарес либрес и это их практика взаимодействия консенсусная горизонтальная обмена опытом самоуправление самоорганизацией такое то есть это то на что потом опирались феминистки 60-х и это то скорее всего что привело в антиядерный например а второй вопрос ты упоминала то что ты была или представляла не знаю какие взгляды федерации польской может быть ты расскажешь свой опыт не знаю как это воспринималось в этой федерации или ну то есть короче какой у тебя опыт остался после отсутствия там не знаю ну это важный опыт но после пяти лет нахождение в секции одной из секций польской или не польской федерации анархистов мы создали анархофем коллектив и это тоже нет мы отделились но к нам пришли еще другие анархофеминистки и мы начали уже более в таком ключе анархофеминизма но не всегда было легко на встречах например или очень это только мой опыт часто вот мачизм который встречается на панк-концертах например или мачизм который встречается в авторитарном подходе например на встречах анархистов и анархистов того что чей голос важнее потому что кто-то круче либо кто-то старше либо кто-то дольше в анархизме приводит к тому что если например у меня сегодня меньше ресурсов то у меня не будет возможности вообще высказаться например к счастью я встречала других анархофеминисток в федерации анархистов и это про то что тема постоянно появляется мне кажется в последние годы очень сильно также квир-анархизм там квир-анархофеминизм появляются не все представители там я так скажу старших возрастов анархизма в Польше и не только готовы разбираться что такое квир-анархизм или квир-анархофеминизм для того чтобы открывать свои границы и не быть сосредоточенным вот в этом каком-то скелете но благодаря секции в которой я была мы делали манифы и были главными организаторами организаторками в своем городе делали марши равенства и это про то что несмотря на то что был какой-то закостенелый взгляд на многие взгляды закостенелый подход на многие взгляды в современном мире это все равно с помощью диалога можно было добиваться каких-то таких акций не только связанных например с идеями Кработкина или Бакунина которые два века назад существовали например есть ли течение которое называется феманархизм не анархизм а наоборот я сейчас объясню почему из информации в общем мне показалось что это движение это на базе анархизм с феминистическим фокусом внешний феминизм с анархи фокусом очень тонкая разница но мне в общем так подумалось и вот я взялась вопросом а если феманархизм ну вот интересно что это для вас анархизм с фемфокусом потому что я в анархизм пришла через фемтеорию как раз я сначала была феминисткой а была в феминистском активизме в квир-активизме а потом стала анархисткой и для меня анархофеминизм всегда наоборот как раз был скорее течением внутри ну не внутри феминизма но как одним из течений феминизма потому что я например про него узнавала уже в контексте изучения других течений это раз а во-вторых очень много чего я получила из фемактивизма и изучения фемтеории как бы повторяла или отзывалась когда я узнавала больше про анархизм то есть вот эти идеи горизонтальности идеи против иерархичности идеи взаимопомощи поддержки которые в анархизме являются как бы такими основами всей политической теории феминизма они тоже были поэтому для меня я сразу нашла много пересечений между этими двумя теориями возможно анархофеминизм кажется больше анархизмом чем феминизмом потому что во-первых он зародился внутри анархизма как мы сегодня увидели исторически а во-вторых все-таки основной фокус анархофеминисток кроме патриархата является уничтожение государства и эта идея настолько нетипична для всех других видов феминизма что может казаться что анархизм все-таки является основой этого движения но как бы очень много в статьях посвященных самому термину и там одна из них была в источниках указывает на то что они как бы равны здесь это не анархизм с феминистским фокусом это не феминизм с анархистским фокусом это равноправные дополняющиеся себя как бы теории вот поэтому не знаю мне кажется если ну вот как бы если смотреть на течение феминизма то фем анархизм условно это то же самое что анархофеминизм просто вы будете это изучать больше из феминистской теории чем из анархистской но исторически да конечно анархофеминизм появился ну и мы вот ссылаемся на анархисток которые даже не называли себя феминистками поэтому исторически может так казаться а существуют ли какие-то феминистки которые как бы феминистки сначала и потом анархистки я думаю многие современные анархофеминистки которые очень плотно работают конкретно вот с анархофеминисткой повесткой например анархофеминистки которые заняты в борьбе с сексуализированным насилием в первую очередь себя будут идентифицировать как феминистки и ну как бы для них анархизм конечно все равно как бы их политическая теория их важен но феминизм для них будет на первом месте просто потому что они наиболее вовлечены в эту повестку анархофеминистки 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 анархофеминистки